Ведет урок преподаватель спецдисциплин Алма-Адинского финансово-правового и технологического колледжа Вайзенова Айамбуль Амаровна. Наименование дисциплины – организация обслуживания посетителей ресторана. Тема урока – виды торговых помещений, их назначение, характеристика. Курс 2 – специальность организации питания, квалификация менеджер ресторанового сервиса. Как правило, на уроках мы ставим три цели. Образовательная цель – обеспечить усвоение обучающимися знаний по назначению, классификации, характеристики помещения для обслуживания посетителей, обозначить техническое оснащение помещений для обслуживания посетителей. Развивающая цель – развить умение выделять общие и существенные, то есть главные признаки и понятия, делать обобщающие выводы, четко формулировать свои мысли. Воспитательная цель урока – воспитывать активность в учебной деятельности, самооценку и самоконтроль. Итак, тема сегодняшнего урока – виды торговых помещений, их назначение, характеристика. Для предприятия питания, ресторанов, кафе, баров характерно наличие трех функциональных зон. Первая – входная зона, является своеобразной визитной карточкой заведения. Здесь посетитель может получить информацию о меню, наличии свободных мест и принять решение о посещении данного заведения. Вторая зона – обеденная, предназначена для приема пищи и напитков и включает торговые залы, коктейль, холы, бары, буфеты. Третья зона – для отдыха потребителей, включает аванс-зал, танцевальную площадку, видовые площадки и другие. К помещениям для потребителей на предприятиях общественного питания относят вестибюль, включая гардероб, туалетные комнаты, торговые залы, бар. В ресторанах в эту группу входят также банкетные залы, коктейль-залы, аванс-залы, комната для курения. Вестибюль – это первое помещение, куда прежде всего попадает посетитель. Архитектура, цветовое решение, элементы информации воздействуют на психику, эмоции гостя предприятия, его настроение. В зависимости от того, как оформлен вестибюль, насколько квалифицирован обслуживающий персонал, складывается первое впечатление об уровне обслуживания в данном предприятии. Вестибюле рекомендуется размещать информацию об услугах, которые предоставляет предприятие, а также необходимые указатели. Вестибюле размещают гардероб для верхней одежды, оборудуют зеркалами, мягкой мебелью, журнальными столиками. Гардероб обычно располагают вестибюле при входе. Он оборудован двусторонними вешалками с развяжными кронштейнами. Расстояние между вешалками не меньше 70 см, а количество крючков должно быть на 10% больше количества мест в зале. Для хранения обуви, ручной клади, сумок портфелей, на внутренней стороне гардеробной стойки оборудуются ячейки. На предприятиях с самообслуживанием при отсутствии гардероба вешалки для одежды устанавливают непосредственно в залах у столика. Как правило, рядом с гардеробом оборудуют туалетные комнаты, так как для посетителей должна быть обеспечена возможность вымыть руки, поправить прическу и т.д. К их санитарному состоянию предъявляют высокие требования. Безупречная чистота, вентиляция, освещение. В туалетных комнатах должна быть подводка горячей и холодной воды, зеркала, туалетное мыло, бумага, бумажные полотенца, салфетки. Желательно иметь в туалетных комнатах, особенно на предприятиях высокого класса, щетки для обуви и одежды. Курительная комната. Организуют в ресторанах класса люкс и выше, и в барах класса люкс при вместимости свыше 50 мест. На ее площади размещают удобную мягкую мебель, пепельницы на ножках. Для удаления дыма применяют вытяжную вентиляцию на высоте 1,75 метров от пола. Аванзал. Помещение для сбора ожиданий и отдыха гостей, участников банкета торжеств. Оформление аванзала должно быть органично связано с декоративным решением основного зала. Здесь размещают только необходимую мебель, несколько кресел, диваны, журнальные столики. Кресла аванзала должны быть специально приспособленными для отдыха с подлокотниками и гораздо меньшей высотой сиденья, чем те кресла, которые используют в основном зале. Диваны могут состоять из отдельных секций сидений. Аванзал украшает декоративными растениями. В аванзале можно также ставить банкетки, которые в сочетании с диванами и креслами создают уют. Торговый зал. Это основное помещение, где обслуживаются посетители. Одним из основных требований к планировке зала является четкая организация его связи с производственными помещениями, горячими и холодными цехами, сервизной, мощной столовой посудой, барами. Закрепление материала. Блиц-опрос. Назовите три функциональные зоны, предназначенных для обслуживания посетителей. Каковы функции вестибюля? Каковы функции аванзала? Дать определение торгового зала как основного помещения для обслуживания посетителей. Перечислите виды баров в торговом зале. Какие еще вы знаете помещения для обслуживания посетителей? Домашние задания. Учебное пособие. Организация производства и обслуживания на предприятиях питания. Автор Усов Владимир Владимирович. Второе задание. Создать аналогичную презентацию с картинками ресторанов города Алматы. Благодарю за внимание.